Береги лес от пожара. Хотя массовых очагов возгорания сейчас нет. Всё должно быть готово к пожароопасному периоду. Как бороться с безответственностью людей и какое наказание грозит тем, кто нарушает правила безопасности? Эти и другие вопросы обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В прошлом году в советском районе было зарегистрировано 115 лесных пожаров. Основным источником их возникновения послужили грозы. А вот в пяти случаях были виноваты люди. Как отметили на заседании, причиной неконтролируемого горения может стать и сжигание порубочных остатков на лесосеках. И подобные ситуации, к сожалению, регистрируются ежегодно. На арендованном участке были обнаружены работники, которые были направлены своим работодателем, именно арендатором. Они производили бесконтрольное сжигание порубочных остатков и древесины. Эта группа бесконтрольно подожгли несколько очагов. Там буквально их было 10. Происходило открытое горение. Оставили всё это и поехали обратно в Пеннерск. Вполне могло привести к крупному серьёзному пожару. Привлекли виновного к административной ответственности. В данном конкретном случае 100 тысяч рублей. Наказание есть, штраф оплачен. Однако, как показывает практика предпринимателей, ни административка, ни уплата таких сумм не останавливает. Вот эти вот моменты, они повторяются год в год и как бы хотелось бы какое-нибудь присутствие, влияние на данные нарушителей, чтобы они впредь исключили сжигание. То есть, либо вывозили, либо договора с ними, либо может быть какие-то штрафные санкции предусматривали. Не знаю, что-то необходимо делать, потому что проблема есть, проблема не решается. По закону сжигать порубочные остатки не запрещено. Но делать это нужно не в пожароопасный период, и с соблюдением необходимых требований. По прогнозам, которые поступают в советское лесничество, лето будет жарким с высокой пожарной опасностью. И защитить лес от огня – это главная задача. Помимо обустройства и прочищения специальных минерализованных полос, специалисты лесничества заключаются арендаторами соглашения. Заключено 18 соглашений на привлечение сил и средств пожаротушения при борьбе с лесными пожарами в количестве 80 человек и 140 единиц техники. База авиационно-наземной охраны лесов уже приступила к выполнению мероприятий по прочистке противопожарного разрыва вокруг населенного пункта Коммунистический. А также запланирована работа по прочистке Минполос вокруг детского оздоровительного лагеря Куневский-Зорин. Еще один вопрос в повестке заседания – подготовка и предупреждение чрезвычайных ситуаций в населенном пункте. В случае угрозы в районе готовы развернуть 15 пунктов временного размещения на 2695 человек. Полностью такой пункт готов в городе Советский. Для эвакуации населения в случае чрезвычайной ситуации будет привлечено 7 автобусов, общей вместимостью 235 человек. При необходимости еще 20 единиц транспортных средств готов предоставить местный предприниматель. Готовы прийти на помощь и добровольные пожарные. На сегодняшний день организовано 8 подразделений, в которые входят 45 человек. Создан и необходимый резервный фонд в размере более 5 миллионов рублей.